Хэш-функция. Хэш-функция у нас преобразует некое исходное сообщение в фиксированный блок фиксированного размера. Для того, чтобы мы могли использовать нашу хэш-функцию, она должна быть устойчива. Устойчивость у нас рассматривается к прообразу, выделяется еще к первому и второму прообразу и к коллизиям устойчивости. Таким вот образом. Значит, что у нас в первой устойчивости? Устойчивость к прообразу. У нас хэш-функция переводит некое сообщение m в хэш. Хэш-сообщение. И нам нужно хэш-функцию построить таким образом, что обратное преобразование было бы крайне сложное или даже невозможное. то есть нам невозможно найти такое сообщение, чтобы h равнялось от нового хэш-функции, от нового сообщения m' то есть если у нас функция неустойчива к прообразу, то у нас алиса посылает сообщение Ева перехватывает его и находит такое сообщение m' что оно дает такой же дайджест. В данном случае у нас именно любое, то есть у нас задан дайджест и у нас нужно найти некое сообщение, которое дает тот же самый дайджест. вот такие вот простые вопросы мы можем сами себе задать, а можно ли использовать какой-нибудь метод сжатия, ну скажем zip, gzip, bzip, ну любой, для того чтобы использовать его вместо хэш-функции. Ну, как мы видим, что zip он не устойчив к прообразу, он обратимая функция, ну естественно, раз мы что-то запаковали, мы должны это же распаковать. И в результате мы всегда можем по хэш, полученному хэшу, получить исходное значение, то есть обратимость есть. А можем ли мы контрольную сумму использовать? Опять же не можем, потому что, ну как действует контрольная сумма? Контрольных сумм, большое значение, ну самая простая контрольная сумма, это четность. Когда у нас есть определенное количество единиц и нулей, мы их считаем и пишем, ну скажем, что четное у нас количество единиц или нет. Если у нас количество единиц четное, тогда ставим ноль, если нечетное, то один. Мы видим, что если у нас использовать в качестве хэш-функции контрольную сумму, то мы всегда можем подобрать другое сообщение, которое будет давать тот же самый результат. Ну скажем, переставить местами тут один ноль, контрольная сумма сохранится, а сообщение уже будет другое. Устойчивость ко второму прообразу. Тут у нас пропадает слово «любое», и вопрос в том, что мы можем подделать сообщение. То есть мы перехватываем само сообщение, перехватываем его дайджест, и мы можем создать такое сообщение, что дайджесты будут равны. То есть не найти по дайджесту сообщение, а создать новое сообщение. Вот это и называется устойчивостью ко второму прообразу. И, наконец, устойчивость к коллизиям заключается в том, что мы можем найти два исходных сообщения, то есть вот у нас m и m трех, таких, что хэш-функция от каждого дает одно и то же значение. Итак, смотрите, у нас прообразу устойчивость была, задано было сообщение и хэш-функция. Мы по хэш-функции должны найти были любое сообщение, которое дает то же самое. То есть такое вот жесткое условие. Ко второму прообразу у нас есть сообщение m, которое мы получили, и сообщение m штрих уже есть, которое придумала Ева. И они должны давать одно и то же значение хэш-функции. То есть m и m штрих уже заданы. И к коллизии. У нас ищется такая пара, то есть ослабляются условия, чтобы они давали одно и то же значение хэш-функции. Ну вот, как вот эта схема примерно выглядит. Вот у нас в таблице дана таблица уровня сложности атаки при вероятности 1,2 и верхний предел сложности атаки, поиска прообраза, второго прообраза и коллизии. Мы видим, что поиск коллизии намного проще, чем проведение атаки по прообразу и второму прообразу. Ну, потому что действительно менее жесткие условия, большая возможность нахождения таких вариантов. Поэтому обычно смотрят, чтобы хэш-функция была устойчива именно к коллизиям. Потому что устойчивость к коллизиям порождает, из нее следует устойчивость к атаке по прообразу и второму прообразу. Пример. Предположим, у нас есть хэш-функция с дайджестом 64 бита. Раньше это считалось хорошей хэш-функцией. 64 бита хорошо. Сколько же нужно нам испытаний, чтобы провести атаку с вероятностью 1,2? Ну вот, посмотрели, у нас порядка 2 в степени n пополам, то есть 2 в степени 32. Предположим, что у нас компьютер выполняет 2 в 20 испытаний в секунду. Тогда мы получаем, что примерно за час мы можем найти коллизию для данного алгоритма. Функция MD5 вполне надежная функция. На ней, я даже помню, когда она считалась очень хорошей, ее вместо крипт использовались для паролей Unix. Она имеет дайджест 128 бит. В принципе, ну, хорошая длина. У нас поиск коллизии должен составлять порядка 2 в 3 четвертых секунд. Ну, где-то порядка 500 лет. Ну, можно искать и искать. Это никому 500 лет не подходит. Но, к сожалению, при исследовании этой функции оказалось, что структура алгоритма не очень хорошая. И из-за этой структуры, используя недостатки этого алгоритма, можно намного уменьшить количество испытаний, сделать много меньше, чем 2 в 64. Поэтому данная функция была признана несоответствующей стандартам, и начался переход на другие функции. Функция SHA1, на которой был переход MD5, эта функция очень была популярна. Правда, она и сейчас считается уже не очень надежной. имеет даджи с длиной 160 бит. Соответственно, у нас 10 тысяч лет на атаку. Но, опять же, найдены были недостатки в алгоритме функции, в самой функции, и стало возможным проведение атаки за меньшее время. Таким образом, от SHA1 теперь постепенно, достаточно быстро уже отказывается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok